Мурманские маржи готовятся к международным стартам. В Тюмени вскоре состоится чемпионат мира по ледовому плаванию. На нем выступит и группа мурманчан. Заполярные пловцы надеются на победу и уже начали готовиться к соревнованиям. Тренировочные заплывы они проводят в Кольском заливе. В минусовую температуру, в ледяную воду зайти решится не каждый. На улице минус 7 градусов, в воде около плюс 3. Заполярная зима совсем не означает закрытие купального сезона. Правда, на пляже остаются лишь самые стойкие и подготовленные. Дмитрий Вахрушев разминается перед серьезным испытанием. Мужчина занимается зимним плаванием уже 4 года, 3 – ледяным. В октябре он вернулся с соревнований в Китае. Сейчас готовится к поездке в Тюмень. Такие заплывы, утверждает он, удел хорошо подготовленных спортсменов. Это уже спорт высших достижений. На самом деле достаточно моржеваться, как у нас делает большое количество наших ребят, и девушек, и мужчин, и женщин на Семеновском озере. Они плавают в свое удовольствие. Минутку поплавал, полминутки, и он с хорошим настроением идет на работу, не болеет. А то, что делаем мы, это уже, повторюсь, спорт высоких достижений. И он на самом деле нужен. Две минуты на надувной лодке от берега, и Дмитрий в воде. К низким температурам ему не привыкать. Погода сегодня идеальная, уверен мужчина. Только ветер немного мешает. Помимо Дмитрия Вахрушева, в Тюмень отправится еще несколько заполярных спортсменов. В прошлом году подобное мероприятие проходило в Мурманске. Сейчас событие претендует на международную премию Всемирной ассоциации плавания на открытой воде. Проголосовать можно, выйдя по ссылке с официального сайта администрации города Мурманска. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде продолжает это мероприятие до конца 2015 года включительно. Свой голос можно отдать именно там. А уже в следующем году в воды Заполярья смогут окунуться моржи со всего мира. Фестиваль спорта Гольфстрим предоставит возможность пловцам из разных стран на время преодолеть Кольский залив.